И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его. И будет мучим в огне и сере, пред святыми ангелами и пред агнецами. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здравствуйте, дорогие друзья! Данное видео покажет вам, каким образом работает штрих-код EAN13UPC. Это стандартный штрих-код, который вы каждый день видите на товарах в магазине. Также данное видео покажет вам, каким образом в нем спрятано число 666. Не три шестерки, а именно число. Оно находится в самом сердце кода, в кодировочной таблице. Эту таблицу можно посмотреть на сайте Википедия. Перейдем на сайт, вот, это адрес этой страницы. Европейский номер товара. Линейный штрих-код EAN13. Внутренняя структура кода. Нам нужна кодировочная таблица цифр. Вот она. L, R и G код состоят в следующем. Для каждой цифры это одна и та же комбинация черно-белых штрихов. То есть, из вот этих вот семи цифр создается графическая комбинация из черного и белого цвета, которая определяет ту или иную цифру в самом штрих-коде. Для каждой цифры внутри таблицы определен свой цвет. К примеру, 0 это черный цвет, а 1 это белый цвет. Посмотрите, я вот перенес таблицу вот в такой график. В каждой цифре таблицы, вот этой, в графике определен свой цвет. Ну вот, к примеру, вот здесь 3 нуля, здесь 3 черных штриха. Здесь 2 единицы, 2 белых штриха. 0, 1, черная и белая. Получилось таких 30 штрих-знаков, распределенных по 10 на 3 элемента комбинации. L-код отличается от R-кода лишь фотографически негативным исполнением. То есть, меняются цвета один на другой. То есть, здесь 3 черных, здесь 3 белых. Здесь 2 белых, здесь 2 черных. Ну, соответственно, в цифре это выглядит вот так. 3 нуля, 3 единицы. 2 единицы, 2 нуля. 1, 0, 0, 1. А G-код отличается от R-кода реверсивным, то есть, зеркальным исполнением. Ну, то есть, G-код это зеркальное отображение R-кода. Вот видите, да? И он также отличается в фотографическом негативном исполнении. То есть, в графике цвета меняются один на другой. В каждом штрих-коде, который вы встретите в магазине, для обозначения той или иной цифры, печатается один из вот этих трех элементов. В зависимости от того, в каком месте эта цифра располагается. Ну, к примеру, вот, чтобы напечатать цифру 0, печатается один из трех элементов. Либо L, либо R, либо G. Ну, и также для всех цифр. От 0 до 9. Рассмотрим штрих-код вот поближе. На данном штрих-коде мы видим 13 цифр. Первая, вторая, третья обозначают страну производителя товара. Также видим линии, которые выходят за рамки штрих-кода. Это так называемые параллели безопасности. Первая цифра внутри штрих-кода – это шестерка. Вот, то есть, чтобы сканер считал шестерку, нужно напечатать вот такой вот штрих. Получается, белая, черная, белая и широкая черная. В графике это будет выглядеть вот так вот. Белая, черная, белая и широкая черная. В цифре, соответственно, это выглядит вот так вот. Дальше идем. Ноль. Белая, черная, чуть шире белая и еще шире черная. Белая, вот она, черная. Чуть шире белая и чуть еще шире черная. То есть, в цифре это будет выглядеть вот так вот. Ну и так далее. Хочу вот обратить внимание, вот, которая посередине параллель. От нее слева и справа идет такой вот костюк, пробел. Две белые полоски. И дальше начинается вторая часть штрих-кода. То есть, это пятерка черная, шире белая, черная и тонкая белая. Пятерка. Черная, шире, чуть белая дальше. Еще шире черная и тонкая белая. И вот за ним идет цифра 6. Черная, белая, черная, широкая, белая. Черная, черная, белая, черная, широкая, белая. Вот хочу обратить внимание на параллели безопасности. Они вот, вот их три штуки. Они графически идентичны цифре 6. То есть, вот они здесь, вот видно, да? Вот они вот. Вот здесь вот хорошо видно. Ну и на самом графике это хорошо видно. Вот они. И здесь. Ну и здесь, соответственно, расстояние такое же. Вот. Можно задать вопрос, случайно это или не случайно. Теперь найдем число 666 в этой таблице. Для этого воспользуемся арифметическими операциями в двоичной системе исчисления. Обратите внимание, что в графической табличке в каждом элементе у нас получилось по два штриха черных. И эти штрихи различной ширины. В зависимости от того, какой из них шире, будем говорить, что штрих-знак имеет ориентацию. Правую или левую. Если штрихи одинаковые, то говорим, что ориентация отсутствует. Ну, вот он пример. То есть здесь три штриха слева, два справа, это левая ориентация. Здесь один слева, два справа, это правая ориентация. Здесь два одинаковых штриха, ориентация отсутствует. Вот, ну и если проставить цифры, то получится то, что вот это у нас левая, левая, правая. Здесь будет 0, 0, 1. Здесь будет пробел, здесь ничего не будет, ориентация отсутствует. Здесь будет 0, и здесь тоже ориентация отсутствует, так как одинаковые две черные, два черных штриха одинаковые. Так, и перенесем все это в табличку. Получится вот такая вот таблица у нас. Чтобы при помощи понятия ориентации охарактеризовать в целом тройку штрих-знаков, нужно просуммировать их ориентации. То есть просуммировать вот эти три числа. Для ориентации следует употреблять свойственное им особое суммирование, которое выглядит вот таким вот образом. То есть, что у нас получается? 0 плюс 0 будет 0, держим его в уме. И 0 плюс 1 равняется 1. И здесь у нас по краям ориентации отсутствует. Ставим 0, 1, 0. Далее, 1 плюс 1 равняется 0. Держим его в уме. 0 плюс 0 равняется 0. Далее идем. 1 плюс 0 равняется 1. И 1 плюс 0 равняется 1. Здесь 1, 0, 1. Здесь получается 0 плюс 1 равняется 1. И 1 плюс 1 равняется 0. Итак, видим, что штрих-знаки, соответственно, их ориентации расположены вот в этом столбце. Столбце S. Напоминаю, что это условное обозначение ориентации, а не цифра. Но что же получится, если истолковать получившийся ряд, как запись некоего числа в двоичной системе счисления? Напомню, двоичная запись самая естественная для автоматической передачи информации. И как таковая лежит в основе всех компьютерных процессов. Поясню, как читается число в двоичной системе счисления. Ряд цифр. В двоичной системе это могут быть только 0 и 1. Вот этот ряд, который у нас получился, соответствует ряду степеней числа 2. Считая от нулевой степени по порядку, начиная снизу. Эти два ряда перемножаются и суммируются. И наша двоичная запись, вот эта вот, читается вот таким вот образом. Чтобы посчитать 2 в девятой степени, воспользуемся инженерным калькулятором. То есть, вид инженерный 2 в девятой степени равняется 512 плюс 128 плюс 16 плюс 8 плюс 2. И получается, что сумма у нас равняется числу зверя, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова Апокалипсис 13 глава. Об этом же числе говорят многие другие пророки. Делайте выводы, друзья. Спасибо за внимание. До свидания.